Да, онлайн присутствует Илья Абросимов, компания «Велогород онлайн». Илья, скажи пару слов о себе. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Абросимов Илья, «Велогород онлайн». Мы занимаемся сбором системизации данных о микромобильности, о велосипедах, самокатах. Также делаем онлайн и оффлайн мероприятия по привлечению людей в микромобильность и приучению их к использованию экологических видов транспорта, таких как велосипед в том числе. Да, еще на Севье Масейхин, да, по-моему? Что, простите? Да, доброго дня, коллеги. Ну, я думаю, Кукмарский из полков, наверное, знает меня хорошо. Верное решение, Татарстан. Хотя бы по промышленному парку, где София и расплав. Хорошо, сходите, Настя. А вы презентацию видите, кто на онлайн? Вижу. Экран видите, да? Замечательно. Хорошо, тогда с вашего позволения я начну. Я просто с большой гордостью... Вы можете прийти? Да-да, не, стой. А то они не видят вас. А, видят, да. Я с большой гордостью. Всегда говорю о миссии Дела Союза. Озвучу ее, оздоровить физически и ментально жителей Сатарстана и сохранить его окружающих средств по средствам активного использования и широкого использования возможностей велосипеда и других средств индивидуальной мобильности во всех сферах нашей жизни. В культуре, в городском планировании, в транспорте, в малом предпринимательстве, в спорте, в туризме и облике. Поэтому я прошу прощения, когда я буду говорить о велосипеде, я всегда буду иметь индивидуальную мобильность. Все, что сейчас пришло... Вернее, не пришло, а было изначально вместо автомобилей. Но сейчас появляются новые средства для мобильности. Помимо самокатов, все глеят, моноколес, досок. И все это мы собирательно пока так называем велосипедами, хотя, по большому счету, это очень большая сфера новой культуры индивидуальной мобильности людей в городах и не только в городах. Тема моего сообщения – это стальные экономические преимущества развития индивидуальной мобильности в городах России. Сразу возникает вопрос, а нужно ли развивать велосипедуальную инфраструктуру и вот эту культуру индивидуальной мобильности, если у нас в городах, в общем-то, почти в каждой семье есть автомобили, есть различные роды установки, что это прошлый век, что у нас климат не тот, что у нас квинтальность не та, что это не по воздуху и так далее, и так далее. То есть много различных установок, которые препятствуют развитию индивидуальной мобильности и велосипедной культуры, в частности, в российских городах. Зачем развивать велосипедуальную инфраструктуру? Ну, во-первых, это вопрос не такой маргинальной среды, когда людям, в определенной части молодежи, хочется ездить на велосипедах, это стало полноценным элементом, приоритетным элементом транспорта стратегии развития Российской Федерации, где развитие велопешеходной инфраструктуры стоит впереди развития автомобильных по приоритетам, и согласно правилам дорожного движения, даже участники отдают предпочтение первым пешеходам, потом уже инфраструктам, потом уже авторизованным средствам передвижения. Развитие инфраструктуры также необходимый элемент повышения инициального качества жизни в наших городах. И Минстроем и Министерством жилищно-фагнального хозяйства Российской Федерации называется проект «Жилье и городская среда». И также микромобильность полноправно становится частью городской транспортной инфраструктуры. Сегодня эти средства выполняют не только спортивную или рекреационную, но и транспортную. В частности, я привожу данные, что они для нас кажутся фантастическими, что в городах Европы, таких как Митерпланда, доля странных перемещений на средств инфраструктуры первоочные инфраструктуры превышает 50%. В таких холодных городах и странах, как Стандинавия, Финляндия, эта процесса мобильности доходит 10, 15 и даже 25% в городе Оллу. И очень важно, что вот при обосновании необходимости развития велосипедной инфраструктуры мы все время опираемся на психологические данные. 70% россиян поддерживают тренд развития велосипедной инфраструктуры в своих городах. Я думаю, что в Кукмаре этот процент может быть 60%, может быть даже больше, чем 100%, но средний медиан у нас сохраняет практически для всех городов России и является единой. Это исследование проведено в Елиберик Лак и в Ресерчми в 2021 году. И, как я уже говорил, в России тоже набирает индивидуальную мобильность пока передоставок и 85% доставок на самокат осуществляется транспортных целях. То есть люди катаются не для того, чтобы просто прокатиться, а для того, чтобы выполнить общественно-экономическую функцию. очень мне хотелось бы рассказать об эффектах велосипетизации. В России эти данные может быть не такие точные и всеобъемлющие по большинству городов, в отличие от европейских, но тем не менее те данные, которые мы сейчас имеем и те данные, которые есть в других городах мира, они могут говорить об эффектах велосипетизации, если их с определенными коэффициентами на климат, на культуру, на среднегодовой доход, то все равно эти цифры впечатляют. Во-первых, эффект велосипетизации и имидиальной мобильности однозначно имеют транспортную составляющую, снижаются пробки в городах. Для малых городов это не так актуально, но тем не менее города наши растут, растет процент средств автомобильных техник, они требуют возвращения парковочных пространств, и в отличие от других, велосипеды здесь являются вне конкуренции. Социальные эффекты это, конечно, снижение прямого ущерба от ДТП. Как ни странно, развитие велосипедной мобильности вызывает снижение скоростей в городах, снижает травматизм, то есть, то, что участие в дорожном движении более бережно начинает относиться друг к другу, и мы это пролицидерим, на примере Амековска, что эффекты от ДТП спасли десятки жизненных людей. Конечно, следует говорить о том, что велосипед это прекрасно у мобильности и аэропных нагрузок для профилактики ментальных заболеваний, таких как депрессии, меропитизация, актуализация, и очень сейчас в тренде это то, что велосипедизация приводит к развитию туризма, локального туризма, количество велосипедистов, которые использовался, этот биттранспорт в познавательных целях растет, и вот эффект , например, фильма, который вышел недавно в России, это «Поехавшие», когда героинь фильма от Москвы, там, «Дороллаз до Байкала», он выдал взрывной рост увеличения людей велосипедными путешествиями, мы в Казани это наблюдаем, как на большой полиции туризма из ближайших городов. Очень важное и я специально для Руссана Рудовича хочу сказать об экономических эффектах велосипедизации. Во-первых, снижаются расходы на строительство и содержание дорог, уменьшается сопутствующий ущерб 3ДДП, это то, о чем говорил, лечение, реабилитация, потеря трудоспособности, расходы на расследование и среди издержки, повышается стоимость земли и жилья, как правило, на основе европейских данных дома, которые имеют велопешеход, инфраструктуру и имеют среднюю стоимость от 5 до 10% больше, чем их конкуренты не обеспечены этой инфраструктурой. Также принято экономистам считать, что люди, используя средства для мобильности, совершают чаще покупок и при том у местных производителей, то есть повышается покупательная способность горожан и доходы от местного ритейлера. И чтобы мои слова не были голословными, я хотел бы привести этот расчет социально-экономический эффект, который был признан в Дании, что на каждые 100 километров общество на велодвижении зарабатывает 16 евро, а на автомобиле оно теряет 15 евро, то есть рождет практически 31 евро в интернативе, почему общество выигрывает от 100 километров передвижения в данной конкретной стране. мы, конечно, можем сделать поправки на то, что покупательная способность евро и рубля другая, но сама методика подсчета этого эффекта, она дарит оптимизм на то, что это все можно применить и к городу Кукмар и к многим городам России. Конечно, инструментарий здесь нужно отрабатывать, но я думаю, что мы имеем все возможности переполировать эти данные, пусть не 16 евро, пусть это будет по приоритету покупательной способности быть 5 евро, но мы можем выйти на положительные цифры, если их будем увеличивать на количество диоктизированных граждан наших граждан. Ну, очень важно дать социальный крест того, как люди у нас относятся к данной мобильности. При всей нашей любви к автомобилям, вотоциклам, и даре общественным транспортом, граждане говорят, что 56% из имеющихся в своей семье велосипед за то, чтобы было больше велодорожек. 31% голосуют за повышение безопасности дорожного движения. 20% из них хотят, чтобы появились удобные велостоянки. 14% голосуют за возможность провоза велосипеда в общественном транспорте. 10% горожан хотят появление велопроката. 6% больше велом херстин. При этом, что мы отбудим цифру, что больше половины жалуются, что едет некомфортно, небезопасно в запуске инфраструктуры. То есть более половины горожан, в том числе и кухар, я думаю, будут голосовать за то, что в городе некомфортно. 70% горожан отметили необходимость, чтобы в городах было больше велодорожи. И 61% станет чаще, если при наличии инфраструктуры и возможности использовать круглый год. А круглый год использовать можно, и мы это тоже будем иллюстрировать. А что же мешает чаще использовать средства диагностей городах? Вот это тоже данные социологические исследования, которые красноречиво говорят, что у нас по дорогам есть запасы. То есть основная мотивация не использования средств диагностей это безопасно. 76% говорят, что это некомфортно. То есть это и речь будет о неудобстве планирования, имеющейся инфраструктуры и дорожное покрытие. Оно некачественное, оно не позволяет комфортно ездить. Малое дело парковок 56% респондентов отметили. Низкое качество дорожное покрытие 48%. Холодный климат всего лишь 25%. Другой 7,2%. Препятствием являются улицы со значительным уклоном по территории городов 6%. Ничто не мешает отметили 5,8%. Нет возможности экварианты 5,7%. Нет желания 5,7%. Как видите, налицо те болевые точки, которые города должны решать для того, чтобы взять идеальную мобильность. Ну и конечно почему идеальная мобильность может быть застребована в нашем обществе. В малых городах, в больших городах в большинстве 100 транспортов перемещения совершаются на расстоянии до 5 км. Более 50%. Это варьируется цифра от миллионников до десятитысячников. Может быть она может составлять и 70%. Но если в кукле это транспортно протяженность 10 км, то я думаю, что 80% перемещений совершается на расстоянии до 8-10 км. соответственно этот трафик может быть заменен на индивидуальные вагины. что очень интересно, я думаю, что вы поддержите меня, что у вас в каждой семье есть велосипед? Есть, да? Да. Практически в каждой семье есть велосипед. От родителей, от детей. Но процентов использования крайне низок. Вот когда-нибудь 140 тысяч велосипедов было с родительскими. Я думаю, что сколько жителей в кухне? 17 тысяч, да? Я думаю, что у вас тысяч 10 велосипедов точно есть. Салат и российский фактически вот. То есть фактически средства передвижения есть. Инфраструктура нет. Вопрос в том, как создать инфраструктуру и как возбудить желание ее использовать. И мы для этого здесь находимся. Ну и конечно тренд на здоровый образ жизни. Мы в целом очень сидели и говорили о том, что сейчас модно не пить, модно передвигаться. Люди насытились автомобилизацией. Мы получили эффекты в виде излишнего веса, в виде больших процентов заболеваний, связанных с тем, в том числе с заболеваниями. у нас создался из-за гиподинамии большое количество не только физического и ментальных объединений. И они очень легко разрешаются с помощью регулярной физической нагрузки. Ну и еще, наверное, а, да, следующий слайд уже будет часть Гарри Чесноковой. Я убежен в том, что в российских городах нет кардинальных препятствий для развития договоренности. Вопрос только в том, чтобы как качественно эту политику реализовать. Политика непростая, потому что за те годы, когда у нас собираются определенные привычки в совершении наших трактовых задач, туристических задач, когда мы вызываем такси, когда в каждой семье есть автомобиль, когда мы туризм воспринимаем чисто как шопинговый, то привитие новой культуры требует больших усилий. И не просто усилий со стороны, например, велосообщества или усилий со стороны власти. Это всегда комплексные усилия. Когда общество во всех трех секторах подключается, мы знаем примеры активного участия в создании культуры и предпринимателей, которые видят в этом большой потенциал, потому что даже есть исследования, говорящие о том, что ученики и работники, приезжающие на работу на велосипеде на расстоянии от 8 километров, имеют производительность труда на 10% больше тех, кто приехал приезда на автомобиле или общественных транспортов. Проиллюстрирую такой крылатой фразой, я видел много людей, которые плачут в дорогих автомобилях, я видел много людей, которые плачут в автобусах, но я не видел ни одного человека, который плакал бы на велосипеде. Поэтому такой крылатой фразой я завершаю свое выступление и готов ответить на ваши вопросы.